приветствую всех на канале Матковод с вами я Иубак Игорь моя любимая жена Машенька Машенька привет так друзья пошло около 17 дней когда мы прошлый раз были и смотрели эти поздние отводки как у них дела на тот момент они еще сидели довольно неплохо сыпалась какая-то часть пчелы но сидели в клубах неактивные ну кому интересно посмотрим посмотрите прошлый ролик сейчас же прошло говорю больше ну пускай будет полмесяца ну и посмотрим дальше что тут так как может может уже сидят хорошо сидят но конечно есть подмор друзья есть подмор и эти эту семью мы не чистили ни разу видим сухо все сухо эту семью мы ни разу не чистили но я имею ввиду подмор сейчас подниму этот корпус и мы посмотрим да как на одной половине так и на другой половине подмор есть но если сказать по соотношению количества в деревянных улях ну там конечно пчел мы больше стрясывали чем в это тут в этом меньше всего было тут 18 там 2 и 3 а там уже не помню так там за один раз упала больше чем теперь тут так что если если с ну сравнивать на количество подмора теперь подходим к другому улю посмотрим как тут я взял тазик опять почистим дно там мы чистить не будем там уже будем когда менять а тут опять почистим чтобы опять наблюдать сидят друзья сидят неплохо сидят хорошо сидят немного конечно не скоротились две рамки у них тут лишние но тем не менее ну и посмотрим подмор значит последний раз мы почистили прошло больше полумесяца 17 дней но есть но теперь не особо много тогда падала больше показала хорошо видно был открывая сейчас почищу я почищу так надо не встает мне рука в одежде видим друзьям в этих в желудках конечно есть у них каловые массы потому что ну как тянут некоторых пчелок раздавливаю раздавливая некоторых пчелок и видно конечно из них какашки это и должно быть так как они уже давно в туалет не ходили ну ребята вот такое количество подмора за 15 дней за 17 ну и так если обратить внимание с каждым разом когда мы чистим но все меньше и меньше падает потому что ну та которая самая старая пчела была она опала в начале потом допадала ну и теперь тоже падает но меньше ну уж она остается только ну как бы пчела та которую матки насеяли ну и какие-то еще остаются по-любому потому что объем нельзя сказать что она столько насеяла все старые пчелы отошли остается еще все-таки какая-то из тех пчел которые были все-таки молодые в нуклеусах и они остаются дальше зимовать так идем посмотрим последний улей последний но эти вообще сидят хорошо раз два три 4 5 5 улочек корма корма достаточно есть корма есть достаточно так и смотрим подмор так тут даже меньше друзья меньше сейчас тоже почистим ну да в этой теперь меньше подмора но как-то так подмора ну подмор видите что сухой что нигде ничего не плеснивает сетка дает за себя знать это хорошее применение сетки что друзья ну какие на данный момент заключение не заключение пока склоняюсь к тому что наверное буду делать похожую ситуацию следующий год так как все равно что-то то останется ведут себя хорошо сели они хорошо и и неприятностей во время зимовки у них особо не наблюдается они как сели как даже ну можно равнять с основными семьями они сидят хорошо но только то что в этих семьях была старая пчела много старой пчелы она понемногу отходит но для того чтобы увеличить количество семей послать зимовать определенные матки которые остаются это на данном этапе мне кажется все таки актуально можно это делать можно это делать ну как бы точное уже заключение мы уже озвучим после того как сделаем ревизию как утеплим сколько же все таки там пчелы осталось потому что то что мы сейчас видим на 5 улочек но мы не знаем какой как бы объем то что они может они сидят под верхом немного и особо то может пчел нету ну хотя мне кажется там все нормально так что друзья на данный момент кажется мне что все доброе и можно так делать так что если у кого-то были похожи ну предположение стоит не стоит так делать кажется что можно еще хочу сказать вчера смотрел ролик одного российского сейчас я скажу так чтобы потом никто не обиделся я сейчас найду канал как его называется его постоянно смотрю но у меня память память у меня на имена владимир жуков мне нравится его канал я смотрю постоянно и он как раз вчера менял донья ну и показывал уж тоже вот подмор но и он говорит что этих пчел как бы ну он их сушит потом и все-таки делает из них настоечку но не для внутреннего применения не для внутреннего применения так как он осознает то что учену этих чел есть каловые массы и и но не него же то принимать вовнутрь а для компрессов для натирания вполне себе нормальная настойка прав он конечно прав потому что пить это нельзя но ну например я все равно их выкину а тут уже поступать каждый пчеловод вправе для себя да этот ну владимир жуков он право прав что жалко это выкинуть конечно можно и это использовать так как ну можно и этим использовать но я я же поступлю так ну сколько мне надо этих пчел я себе сделаю летних хороших пчел а эти я уже выкину и не буду не буду об этом жалеть так что друзья если у кого-то есть подмор а есть вот ну нужда все-таки в таком такой настойки для натирания для компрессов можно конечно пользовать так что можете действительно посушить сделать настойку и и пользу для наружного применения так что так все друзья на сегодня буду заканчивать вроде бы все сказал показал да машенька ничего не забыли давай еще посмотрим наверно наш ройчик и уже улей дениса по 9 так как на следующий раз когда мы тут будем я не знаю посмотрим улей дениса подеева позавчера мы когда показывали контрольные замеры на улье на контрольном улье я сразу же вам показал еще тот мой экспериментальный уль или на эппс и ну моего изготовления где наблюдалось что вообще никакой влаги нету а сейчас просто обратим внимание на улье дениса фадеев но видим ппу все-таки имеет влагу но это не влага по большому счету потому что это если взять на тряпочку сжать и уже в тряпочка будет суха так что вот это капельки падают сразу же на низ и все но видим эти тут эта семья была заселена на овощину полностью на овощину тут не было ну все эти рамки 18 года я к чему веду они все белые даже если есть какие-то капельки влаги нигде ничего не почернело не посинело не позеленело так что влага это допустимо допустимо в таких улях она не вредно приносит но все-таки надо бы все-таки больше сет на мой взгляд надо больше сет ну и сейчас посмотрим еще улы Дениса улы Дениса ну тут картина немного не такая конечно но тем не менее тут видим тоже влагу ну меньше не меньше но как ну видим все-таки тут немного чернеют тут немного и рамки мокрые сверху видим как тут так и тут надо когда формировать гнездо надо вот это все полностью друзья чистить чтобы это все плотно приставало видите вот как прополис остал он тоже ждает за себя знать не так плотно прилегает и делает щель зимовать зимует но влага есть влага есть рамочки немного то почернели рамочки немного то почернели возьмем соседнюю улицу сравним ну тут конечно рамочки уже разного года видим тут тоже есть влага но чтобы были ну вот тут открывать на этом месте ну может и тут конечно чуть-чуть чернеет но если сравнить все-таки это не так не так видим да как тут почернела рамочка тут а тут можно сказать и не почернела ну все друзья как-то так показал все что хотел и не то чтобы все что хотел то что меня интересовало потому что пришел сюда специально для того чтобы проанализировать ситуацию чтобы спокойно себе в цеху работать так как работа очень много если у меня ну в голове закрадется мысль что где-то у меня что-то не ну не досмотрено это будет мне мешать это работать пришел сюда убедился что все хорошо могу дальше продолжать работать ну и ждать хорошей погоды чтобы уже сделать ревизии в определенных семьях и дальше дальше ждать весны все друзья на сегодня буду заканчивать с вами были мы подписываемся на наш канал ставим классы кому не нравится дизлайк и все всем пока 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 Продолжение следует...